отлично слиточек корешки 7 и собственно класса и мы продолжаем здесь играться это гидронир в этом замечательном месте кстати здесь же есть еще одно место где можно добычу то производить но это замечательно это замечательно все замечательно замечательно все замечательно классно сказал да значит у меня два железных слитка первый слиток я посмотрел ради интереса отнес обычную залеж посмотреть сколько стоит она стоит 36 монеток когда я переплавил стала 48 не могу сказать что это огромный профит железная руда одна осталась окей попытаемся напихать сюда золотистка делаем еще один мини слиток и мы эти получается четыре слитка пойдем продать я думаю что нам по идее этого должно хватить для буровой установки мы поставим причем я думаю что мы ее куда-нибудь сюда оформим потому что смотрю хотя здесь вот принципе не очень далеко не думаю здесь будет самое то оформить это дело потому что у нас тут яма я яму большую довольно таки прокопал и она конечно там откос очень сильный и я если туда провалюсь то хрен оттуда выберешься вообще вот поэтому такой себе поставим значит где-нибудь там и буровую эту и будем просто намывать и сразу фильтровать и все будет у нас замечательно да совсем маленький слиточек прям малышка по сравнению с тем что было но это на самом деле классно что все это меняется потому что когда я смотрел ролики других там неважно вообще большая небольшая как бы слиток большой небольшой слиток он все равно другой такой получался в плане количество металла который на него требовалось а тут прямо слиток так слиток вот значит нужно будет тогда разлетение поставить чтобы можно было заюзать сразу два выхода для воды либо просто второй выход сделать точнее второй насос поставить и тогда все будет изично вот я хочу вот все таки бурилку поставить я думаю она нам немного упростит когда лопату можно будет убрать стоило так главное чтобы у нас золотишко то не выпало будет очень печально и сейф обязательно сеет когда мы вот это все дело закупим обязательно купим еще себе и сейф дабы можно было это где-то хранить потому что пока пока получается так что хранить нам вот это все не вообще нигде просто нигде это дико неудобно так веке так все 48 сейчас мы пока железо продадим 84 но такой себе железо конечно да так большой слиток 141 хорошо прям хорошо и еще 30 не замечательно 256 это очень круто вот не хватает мешка для денег потому что не то чтобы у меня дохрена денег сколько просто их возить багажнике так нагло это но не знаю именно не хватает кошелька какого-то ну чё то такое значится если у нас столько бабосиков давай его 10 еще много босики возьмем потому что у нас тут еще сто пятнадцать минут и прочим не стакуются ну ладно это уже очень круто у нас 300 чем-то получается 200 там ну да 300 чем-то сейчас мы тогда с вами поедем докупим себе бурилку наконец-то наконец-то сейчас все будет у нас красиво и все это должно работать я надеюсь на это ну кстати из передней передачи он довольно шустро ездит окей так то так смотрим нам нужна дрелька 385 она стоит у нас это конечно за дохера тихо ты тихо 385 а у нас еще есть только будет очень обидно если настолько нет 256 я нету и 115 307 ладно пойдем накопаем тем более что у нас там что-то еще оставалось поэтому можно еще накопать но еще как бы два 20 золотишка такого колупать нет это обидно просто максимально обидно ладно там когда ты пытаешься накупить 10 труб дают я получается только 9 это окей еще но когда-то одну штуку пытаешься купить у тени на нее не хватает прям на пол шишки это прям грустняха что-то у нас прям все раскидалось то ешь кинку что удивительно наш персональ голыми руками может брать горящий тигель и ему как бы норм вот это слиток у нас получился да это тоже поплавим стой если так у нас такой уж и богатый но уж ладно даже не влезает окей пока что нужно будет конечно попробовать порыбачить не знаю нахрена это вообще надо главное где продавать 92 ну вот уже и как бы мы купили то что нам надо и плюс там еще останется на сопутствующие такси товары не знаю что может быть у нас а знаете чё для сопутствующих товаров у нас будет этот нам нужно посмотреть продается ли фильтр для воды чтобы у нас все дело не ломалась иначе будет прям беда это все чинились каждый раз отлично 117 монеток это прямо замечательно потому что если у нас еще будут фильтры точнее не будет фильтров а это все будет ломаться это будет жопа боль полнейшая так воронка воронка нам не очень коснула так чимит сломенные дрели дробители галиафы и фильтры на несколько использований окей труба фильтр на вот на удивление хватило ребята это очень круто фильтр пока поставим вот тратить безумные деньги для того чтобы потом оу тишь так а сколько у нас бабло там интересно осталось 27 ведрышко ведрышко нам нужно для того чтобы сейчас запу и ты чего выплюнул чтобы наполнить нашу ариту а то у нее там что-то как-то не хорошо с топливом это так сто лет наполнять поэтому нужно будет сделать себе закачку топлива ты нормально кстати очень неплохо так поехали помчался тебя смотришь о такийский дрифт стой 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 интересно тут можно копать вообще земля выглядит так как будто можно копать туда далеко не факт что это так сяжем мы попробуем вот эту штуку примастырить деньги помни забрали но там 20 копеек осталось поэтому не не так важно уж чё-чё 20 копеек мы с вами еще надо бы им я нибудь и это будет тысяч на так я говорю самый большой косяк это то что нет кошелька то что надо вот это вот все это ну так себе так себе можно было бы чем придумать по этому поводу так поставим это с той стороны вот так значит отсюда она выплевывает вот здесь ты ему нужно подключить водичка на водичка манна это очень важно так это так я просто поставил на том слое который в принципе нет ну где типа не добывается поэтому сейчас посмотрим все она тут будет добываться или нет скупаемся по крайней мере тут грязная блин постоянно да смотри выкакал замечательно значит основная проблема заключается что он выкакивает таким образом что это вылетает вообще хрен знает куда то есть но вы видели но зато зато теперь можно здесь будет сделать разделение поставить водичкам она и все будет замечательно чтобы накапливалась вот сюда вот тазик водичка имеется ввиду а мы соответственно вот эту пику подбираем вот так вот кидаем ой тук побольше болит слишком большой еще ну к я понял и теперь просто просто мы давай возьмем ведро как бы начало автоматизации в группы ря положено нам только нужно в воду подвести чтобы все закапал закатывала закакивалась все будет замечательно ну как бы так вот получается у нас пока что другой вопрос как здесь проработана то есть куда я например эту ступу надо устанавливать чтобы у нас допустим постоянно золото дропалась но хотя смысла особо нету как видите большой слиток прилетел воздуха как нихрин делать вот это замечательно давайте тогда мы сейчас от сидит немного по по продаю нам нужно я так понимаю у нас здесь ничего из автоматизации нету ездить нужно будет туда да да ничего такого вот вот это можно поставить его светло было труба с вентилем т т угловая и принципе как бы усе 44 монетки потому что эти у нас есть мы туда их поставим и будет нас водичка капать и нам только землю закидывать да и все и и намывать знаете чего не хватает я вот опять таки как обычно это память как у рыбки блин нам знаете чё надо вот деревянный фундамент нам нужен шобы шобы хотя нет землю нужно чтобы все таки она сама по чтобы мы землю сами клали я просто думала знаете поставить фундамент так чтобы он ну как бы когда отскакивал попадала в эту промывочную промывочную но тогда будет вода постоянно и эта земля и она будет стакаться это будет не очень хорошо поэтому такой себе так берем эту красоту так тут и поставим тоник да еще штуки три нахреначно интересно насчет от их будет друг на другу попадать будет стакаться да как бы вот он самый самый сложный косяк в том что она будет стакаться поэтому с этим надо быть осторожным немножко золотишко ну так вообще я успеваю это намыть тазик прежде чем будет тройной стак то кстати то есть вот этот мы как бы изично делаем когда они еще и сходятся автоматически не нужно когда они нужно это делать самостоятельно это прям удачно отлично замечательно у нас с вами сейчас будет шли золотой слиток мы его сейчас пойдем продадим чтобы купить себе разветвитель может быть кирочку купим потому что нужно вот это все дело как-то нам разделять потому что ну блин хреново когда у нас дохрена получается таких ресурсов значит тут еще один где-то камень смотри а так попробуем его тоже стакнуть получится нет это он смотрите еще больше чем как бы это вот нужно будет тогда нам это все увеличивать в производстве а именно нам нужно будет придумать точнее не придумать а уже притащить сюда дробилку которая стоит по моему дохер и дохерит там всего вот и да это будет жестко ну ладно хорошо свиточек слушайте получился тот прям мощный нам потребуется дробилка и нам потребуется чё нам подрепиться то еще что-то нам точно потребуется хорошо то как 174 но у нас то те уже было когда раз 174 это очень круто на самом деле хороший кусочек собрали золото отлично по идее нам если мы будем к этой же трубе подключать другое оборудование нам нужно будет делать напору усиливать либо нам просто нужно будет сделать несколько помп поставить до обычных помп просто поставить больше да и все и это будет в норм так давайте пока выбираем в принципе нам даже вот этот иглом не нужен мы совершенно спокойно сюда это поставим да и все все ведра нам больше не нужны ну по крайней мере пока ни лопата ни ведра ничего нам это все не надо у нас все есть нам только вот намывалку будет отключить а еще нам кирка нужно точнее кирка значит привык назвать ее киркой не стакнулся негативно ну это вообще замечательно это это уже настолько иди то есть нам нужно будет ремонт рим рим набор купить на всякий случай и мы его обязательно сделаем купим кирочку сейчас еще купим ну все золото в общем потекло рекой и можно больше ничего не делать в целом только дробилка нам потребуется так ну давай мы вот это дело подключим и во первых ляжем спать а во вторых начнем плавиться тут у нас что-то до хрена всего уже накопилось нет вот такая схема прям вообще прям замечательно все это работает все это классно и можно уже особо и не париться по поводу ничего просто вот сейчас нам надо просто копить деньги для того чтобы дальше прокачивать нашу базу раз уж тут есть возможность построить базу то можно знаете что сделать можно ее построить там как знаете у всяких баронов когда стоит огромный особняк а за ним уже все самое интересное происходит вот у нас будет происходить все самое интересное здесь ну вот это самое жить мы будем где-то там сейчас еще железо плывнем и нам нужно будет что нам нужно я сейчас мы съездим посмотрим что сколько стоит посмотрим сколько стоит кирка сколько стоит сейф я все запишу чтобы можно было все это купить ох какой хороший слиток у нас получилось слушайте давай железо туда накидаем теперь прям слиток так слиток пошли пока его продадим так он тоже наверное где-то 170 с копейками 170 с копейками копеек будет счет как слабо да да че ты как то вообще прям как в душу плюнули число вообще что у нас тут есть есть 329 это прямо замечательно так так поплавилась нормально нормально слиточек тоже голыми руками взять слиток железный только что из плавилки это прям прям круто очень я так точно не смог это да вообще ни о чем такое ощущение что железо вообще принципе продавать не стоит тогда купить наковальню и знаковальне что-то делать из железа потому что но это прям но расстройство какое-то одно так где у нас монетки были опыта не 261 монетка у нас получилось тут бедра шкано пусть она будет она у нас для дозаправки будет подожди аран нам нужна кирка давай посмотрим сколько у нас она стоит кирка 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 так кирка 122 а принять просто чё так жирно то черное золото что ли вот кстати было бы прикольно на самом деле если можно было бы не оружие крафтить да а вот тоже кирку лопату то есть у тебя есть возможность либо сейчас купить за 120 кирку либо ее с крафтить и например продавать и было бы кстати тоже прикольно так хорошо кстати можно поедет посмотреть как выглядят другие месторождения и сколько они стоят самое главное окей стоять так здесь у нас ничего особенного это все как буки это когда-нибудь когда мы осядем тогда может быть дробитель 583 дробитель 583 охренительно просто но видите больше более эффективно при высоком давлении окей дробитель 583 охренеть просто где же такие бабки то можно взять давай еще воронку возьмем в счет воронка за сотку даже кирка дороже чем воронка хотя у воронки мне кажется больше это расширяет дрель вниз мне не совсем понятно печка печка это все понятно фильтры наковальня так давай наковальню 86 увальня 86 нам естественно нужен молот кузнеца за 105 молот 105 окей конвейер и пока нам не особо нужны но поля кому хорошо же мне все скатывается сегодня так окей конвейер 265 а их надо ну их их много надо слушать и кстати а как выглядит ну-ка в принципе я так понимаю что на нее можно она же никуда не подключаются да у нас ну да ее можно так поставить чтобы а как его все куда-то скидывалась тоже золото туда-сюда да это хорошая мысль я ничего не трогал это само все так окей значит вертикальный конвейер просто конвейер и вертикальный конвейер фасовщик конвейерный измельчитель да это жестко жестко молоток какие-то на кирка лампа магнит магнитный посох да вот он сейчас магнитный посох насах 950 блин да дороже только вот этот экскаватор для добычи а вот с этим это магнитный посох в большом радиусе магнитная магнит на палке на палке 430 давайте округлим эти две копейки вообще нечем пила ну как бы окей ладно весы 146 вот интересно зачем нам весы но давайте я все равно запишу мало ли 145 вот вдруг мне стрельнет голову и естественно но нам нужен шлифовщик за 126 да у нас перерабатывай не очищенные кристаллы с легкостью при помощи этого не очищенные кристаллы почему кристаллы если там кристаллы то как раз таки очищены блин но это звездец конечно окей давайте тогда нам нам нужна кирка я тут было я увидел вот но нам нужна кирка как бы а сколько у нас поплата здесь считать кстати тут еще копейка какая-то была 287 кстати очень неплохо но нам как бы тут вообще нечего тут этот нам еще дробить или дробить и дробить там тут вот мешок инструментов 220 ешкин код так давай шлиф камень может возьмем то нет давайте свозьмем так извините я не знаю зачем ну ладно 19 монеток ладно ставим тут такие я не знаю зачем нам весы честно я вот нахрена вообще взял ну ладно так ну как я поставил круто профи так давайте вычеркнем сразу шум и вот кирочку то купили весы купили господи сколько лет мне надо дробить или работать я даже не знаю так вода у нас еще есть это хорошо ну очень плохо отворачивать причем еще фигня заключается в том что он даже не но смысле он небольшой в плане длины не длинны кстати мы же хотели посмотреть другие без врождение стоит падла а кстати он найти отчего останавливается очень быстро от пробела прямо увидите прям хорошо так хорошо ладно может нам и не стоит сейчас заморачиваться в плане форса ил 6600 а чё так жирно то в икей но я понимаю тут больше тут реально здоровое место прям охренеть какое здоровое окей а как у нас вода где у нас вода вода я так понимаю аж он там вот он пирс можно порыбачить тут в общем то и воду отсюда тащить ну знаете как бы тут еще видите проблема в том что вот это вот дробилка которая у нас сейчас стоит да вот эту добычная она найти на вокселе никак не реагирует то есть мы можем спокойно поставить поставить какую-то автоматизацию и не париться вообще нам нафиг не нужен экскаватор ничего вообще она сама работает и окей вот и вот такие масштабы этих мест добычи они мне кажется слишком преувеличены в этом плане то что она хрена козе баян можно же просто как бы это поставить или вот например да там вот я вижу 1200 уже лучше но опять таки она при на вообще тут только если до устроить вот ты как бы я друг другого объяснения нафига это вообще нужно я пока вот не вижу особо тихо давайте-ка поедем домой до дому и посмотрим вообще тут по моему еще какой то есть месторождение она еще больше но я в этом не уверен вот смотри-ка нет наверное это маленькое месторождение давить как хорошо тормозит на пробеле то до 970 ну и вообще ни о чем что у нас по воде мне вот интересно где здесь влада прикольно если видеть вообще нет тогда тогда это боль ну смотри-ка тут ее реально нету откуда я вообще тогда тащить мне интересно давай тут заглушка хочу только делать ну окей воды здесь нету можно тогда она как раз таки на вот этом экскаваторе сюда приезжайте добывать ну кипит но потом шиш как-то надо эту землю оттаскивать куда-то нет что-то что где-то родник есть нет вот хрен его знает как-то это вот это у странно очень потому что воды нет что с этим делать я не знаю сюда воду наверно закачивать вообще не не вариант откуда-либо как вы помните там же нужен а этот давление если давление не хватает то вода то не не будет приходить никуда ну такого себе по понеслась то ты смотришь штука непонятно так кирочка пойдем ты мне по о смотри-ка сломался сломалась это по день теперь нам нужно копить бабло чтобы можно было чинить тоник тоник ну слушать это замечательно это можно тогда изично спуститься вниз например как я и хотел между прочим и например делать добычу внизу мне кстати интересно посмотреть где тут дно хочу пробить дно просто возможно что будет лучше если мы куда-нибудь сюда поставим нашу бурельку тащить конечно воду будет геморройно ну возможно что это будет лучшим вариантом ну смотри там прям ага и жить можно замечательно теперь весы трещусь и можно вас на секундочку естественно в таком виде использовать эту дуру нельзя мы отключаем вот так вот отставляю и что ты творишь так дальше весы смотри сразу написано сколько это стоит вот это кстати классно вот это хорошо не надо никуда бежать проверять ничего вообще ну и отлично слушайте это круто не зря не зря взяли можно тогда сразу узнать узнавать как что где и почем вот так вот поставим вот так вот поставим и здесь как раз будем отслеживать этот момент вот это круто это хорошо так ладненько я так смотрю по времени уже пора бы заканчивать давайте на этом тогда действительно закончим я тут еще поколупаюсь я попытаюсь поглубже туда копаться потому что довольно интересно мне вот и попробуем что-нибудь с этим сделать может быть мы туда перенесем нашу всю добычную установку потому что по идее чем глубже кпш тем круче вот и тогда мы сможем добывать алмазики какие-нибудь рубинчики и будет все замечательно окей не забывайте подписывайтесь на канал заходите ко мне в дискорд всем удачи и пока пока